Делая это исследование, я заметила, что мы все чаще и чаще ограничиваемся перепиской в социальных сетях. И даже в тот момент, когда мы встречаемся с друзьями, которых мы не видели по многу лет, иногда месяцами, годами, то в какой-то момент при встрече в кафе или в ресторане мы все равно отвлекаемся на гаджеты. Мы все равно стараемся найти фотографии со своих путешествий. Мы перестали передавать смысл словами, мы перестали общаться с помощью речи физически. То есть это все ушло в цифру, в что-то нематериальное и недушевное. Таким образом я пришла к идее вернуть пользователя в процесс, вовлечь его. Это скорее попытка такого поведенческого дизайна, когда дизайнер создает продукт, который смог бы повлиять на поведение пользователя. В данном случае это посуда, которая лишает пользователя физически в момент еды использовать гаджет, потому что тарелка устроена таким образом, что она не стоит. Несмотря на то, что сейчас популярно вовлекать в осознанное потребление с помощью гаджетов, это различные истории, попей воды 8 раз на дню и напиши родителям. Это все равно цифровая история, которая все равно завязана на гаджет. А тарелки — это физический продукт, который как раз позволяет отказаться от использования гаджетов за столом. Даже не то, что позволяет, а он препятствует их использованию. Самым большим удивлением для меня, самым большим открытием стало то, что гораздо проще сделать тарелку, которая стоит, чем ту тарелку, из которой действительно будет выпадать еда. Потому что тут нужно рассчитывать и гравитацию, и иметь хорошее представление о том, как пользователь будет взаимодействовать с продуктом. Когда дело дошло до физических прототипов, я решила поиграть с формой. Шла сначала от природной формы, листа. То есть это каким-то образом пыталось эволюционировать от природной тарелки, показать эволюцию от природного листа пальмового, с которого раньше все ели, до тарелки в современном ее понимании. Таким образом появилась вот эта форма, вот эта тарелка. То есть все равно от прототипа, который изначально был с сечениями на дне, мы решили убрать, ну там я решила убрать все сечения и ставить максимально простую форму, чтобы не отвлекать от самого процесса, да, и от самого действия. Как только я определилась с финальной формой, я решила, что мой продукт должен выглядеть максимально хорошо, да, то есть приближен к идеалу. Я поехала в Гжель, где мастер, гипсомодельщик, помог изготовить мне и модель гипсовую, да, из, ну как бы, такой мастер формы это называется по-русски, мастер формы для моих тарелок и снять с них форму для литья. Там, в Гжеле, я провела несколько месяцев и училась у мастера моделировать из гипса, да, то есть делать мастер-модели, училась снимать формы литьевые, и вместе с ним мы изготовили мои финальные литьевые формы, и с ним сделали первые заливки, такие первые тесты, собственно, результаты которых вы сейчас и видите. Редактор субтитров А.Семкин